МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны! Мы провожаем 2020 год. Год юбилея Великой Победы и год 75-летия атомной промышленности. Год, давший нам не только яркие рекорды и высокие достижения, но и серьезные проблемы. Поэтому этот год заставил нас многое переосмыслить и понять значение, казалось бы, привычных ценностей, радости общения, возможности пожать друг другу руки. Все это стало вдруг недоступной роскошью. И мы с особой остротой поняли, как много в нашей жизни значит эти вроде бы обычные и в то же время очень-очень важные вещи. Но мы с вами не спасовали перед трудностями. И в этом я вижу главный результат уходящего года. Наоборот, мы сплотились и сумели достойно ответить на вызов. Мы успешно справились с производственными планами, добились выполнения всех стоящих перед нами задач. И я от души вас благодарю за это и с этим поздравляю. Друзья, уходящий 2020 год преподал нам всем большой человеческий урок. Урок взаимопомощи, дисциплины, ответственное отношение к себе и к своим близким. Мы с особым вниманием и чуткостью в этом году относились к ветеранам, товарищам по работе, к друзьям, к соседям. Мы много и охотно помогали друг другу. У нас появились тысячи волонтеров, взявших на себя бескорыстную заботу о пожилых и нуждающихся людях. В условиях карантина это была неоценимая помощь и поддержка. Сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас. Тех, кто постоянно ходил на работу. Тех, кто успешно трудился на дистанционке. На дистанционке из дома. И, конечно же, наших IT-специалистов, создавших удаленные рабочие места. Хочу поблагодарить инженеров и конструкторов, мастеров и начальников цехов, руководителей предприятий, студентов, преподавателей опорных вузов, ветеранов и молодежь. Я говорю вам искренне спасибо за безупречное выполнение планов гособоронзаказа и добычи урана, за рекордную выработку электроэнергии и успешную работу в Арктике, за пуски атомных блоков, за продвижение наших проектов за рубежом и масштабный портфель заказов по новым продуктам. Ваш труд, самоотдача и преданность делу – это основа наших общих побед. Дорогие друзья, все невзгоды и сложности, вызванные эпидемией, мы преодолевали вместе с жителями и активистами атомных городов. И мы признательны им за выдержку и понимание необходимости ограничительных мер, вызванных эпидемией. От души благодарю также врачей Федерального медико-биологического агентства, нашего семейного доктора. Они первыми пришли на помощь, когда в атомных городах началась эпидемия. Труд врачей сохранил сотни жизней работников атомных предприятий и членов наших семей. Отдельно скажу о замечательных ветеранах. Несмотря на эпидемию, а ведь коронавирус особо опасен для людей серебряного возраста, многие из них продолжали трудиться. Потому что не хотели и просто не могли бросить проекты жизненно важные для отрасли. Наши ветераны приняли самое активное участие в мероприятиях, посвященных 75-летию атомной промышленности, наполнив эти события особым смыслом. В этом году ветераны вновь подтвердили, что они не просто часть отрасли, они во многом ее мотор, ее жизненная сила. Друзья, Новый год и Рождество – это домашние праздники. Мы любим проводить их дома, в кругу родных и близких людей. Поэтому отдельные слова благодарности я адресую нашим семьям. Их помощь, их поддержка, понимание и забота бесценны. Те, кто нас любит, всегда рядом. Они поддерживают трудную минуту, сопереживают и вместе с нами радуются победам и достижениям. Дорогие друзья, я желаю вам любви, желаю заботы и добра. Пусть в ваших домах всегда живет взаимопонимание, а ваши родные и близкие будут здоровы. Счастья вам, успехов и новых побед. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, дорогие друзья!